Информационная безопасность и то, от чего смогли уберечься. На Украине сейчас сценарий, который не удалось реализовать в Беларуси. Об этом заявил президент на совещании по совершенствованию информационной политики. Во Дворце независимости обсудили стратегию противодействия современным угрозам. И хотя сами вызовы не в новинку, уровень технологий, которые брошены на попытки дестабилизировать общество и сменить конституционный строй, Александр Лукашенко считает запредельно высоким. Президент уверен, на Западе политику превратили в шоу. Но реальность обычно куда более блеклая, а значит, людей сложно заинтересовать правдой. Потому государство, по мнению Александра Лукашенко, должно уделять больше внимания контрпропаганде. Надо выработать механизмы противодействия, контрмеры. И самое опасное, что все их действия, воздействия на Беларусь осуществляются с использованием психологических операций, психологических методик воздействия на сознание людей. Это во-первых. Во-вторых, глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, нереализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. И мы понимаем уровень угроз, активность которой всего лишь сместилась на территорию соседней страны. Развернута настоящая борьба за умы. И государство намерено защитить своих людей от лжи. Главный вопрос, каким образом. Новая форма работы обсуждали на совещании. Еще одно событие во Дворце независимости под грифом «Совершенно секретно». Президент вручил награды сотрудникам Комитета госбезопасности за успешно проведенную спецоперацию на Украине. Освобождение белорусских дальнобойщиков, которых насильно удерживали украинские националисты. Машины и грузы они захватили, а люди оказались на грани жизни и смерти. Комитет госбезопасности по поручению президента разработал сразу несколько сценариев возврата наших людей. Один из них успешно реализовали. Граждан вернули на родину. Фактически из плена несколько десятков белорусских граждан явно не по своей воле оказались заложниками. И не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, вы лучше меня это знаете, наши люди несколько десятков остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи. К сожалению, по-моему, двум человекам так и не удалось вернуться домой. Они просто нагло были убиты украинцами. Придет время, мы разберемся и с ними. Я помню тогда, сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем спецоперацию, в том числе и острую спецоперацию для освобождения наших ребят. Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей. При вашем непосредственном участии, под вашим руководством, я так понимаю, была осуществлена эта операция без единого выстрела. По-моему, даже никто и так и не разобрался в Украине, как это случилось. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека. Слишком много после 20-го года у нас появилось надежных, профессиональных патриотов, которые получают награды, ну не потому, что они просто работают, а потому, что они совершали и совершают подвиги и делают свое дело профессионально, так, как сделали вы. Уникальность этой операции в том, что они были готовы, конечно, и примять оружие, но настолько профессионально была проведена операция, что они не сделали ни одного выстрела и вывезли наших граждан с территории чужой страны. Эти ребята проявили действительно героизм, отвагу, выполнили с честью и достоинством эту операцию. Глава государства ставит задачу перед органами, это самая главная задача, обеспечить суверенитет, защиту конституционного строя. А под этими словами, прежде всего, просматривается что? Это защита жизни наших граждан, обеспечение безопасности нашего белорусского народа. Вот на это нацелены сотрудники всех силовых структур и специальных служб. Спецоперация проходила на территории Украины и других стран, она была настолько засекречена, что некоторые действующие лица до последнего об этом не знали. Но главная цель достигнута. Все живы, здоровы и дома. Понимаешь те усилия, которые были приложены, и это все происходило на фоне активизации деятельности местной контрразведки. В новейшей истории, скажем, проведения операции на территории воюющего государства, ну, таких прецедентов просто не было. Здесь проявился весь профессионализм деятельности разведчиков для реализации поставленной задачи. Это действительно победа. Если победа у кого-то есть, у кого-то есть поражение. Как проходила спецоперация, какие сценарии рассматривались, а также откровенные слова тех, кто смотрел смерти в лицо. Сегодня вечером в 21.15, сразу после выпуска наших новостей, смотрите в эфире ОНТ специальный репортаж «Дороги домой». Спецоперация КГБ на Украине. Как наши дальнобойщики стали заложниками на Украине? Жизнь или смерть? Если не поедешь, просто леем колени. Ну, Женя, ответьте, стреляйте мне вот сюда. Уникальная специальная операция Комитета госбезопасности. Есть. Различные варианты. Любой ценой вернуть белорусов домой. Использовался широкий арсенал приемов и способов вовлечения сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Украины к работе по освобождению наших людей. Как Беларусь возвращала своих людей? Через что им пришлось пройти? И чем все закончилось? Смотрите сегодня специальный репортаж ОНТ «Дороги домой». Тем временем, как сообщают российские СМИ, в том числе и западного оружия, продолжают обстреливать населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик. В Луганской целью стал дом престарелых. После удара начался пожар. Люди оказались в огненной ловушке. Спасательная операция продолжается, но уже есть погибшие и раненые. Также на линии огня оказалась Макеевка. По жилым кварталам выпущены снаряды из реактивной системы залпового огня. Руководство ДНР сообщило, что погибли женщина и пятилетний ребенок. На Азовстале продолжаются разминирования. Российские военные обнаружили в промышленной зоне фургон с заминированными телами украинских боевиков и военных, заявляет Минобороны России. В условиях санкции заменить импортное и создавать совместное производство. Перспективы сотрудничества Белоруссии и Псковской области обсудили в Доме правительства по видеосвязи. Товарооборот в 2021-м – 155 миллионов долларов. Динамика хорошая. По сравнению с предыдущим годом, рост на 45 процентов, но это не предел. Усиливать экономическое взаимодействие с российскими регионами – задача президента. Беларусь готова наращивать поставки пассажирской, грузовой, дорожно-строительной, коммунальной и сельхозтехники – лифтов. На испытаниях находился наш автобус «МАЗ» на газомоторном топливе. Это тоже очень важный аспект поставок нашей коммунальной техники для нужд Псковской области. И мы намерены, что этот автобус, пройдя успешное испытание, он тоже будет востребован на рынке Псковской области. Активно работают наши строители. Строится дом в Новосокольниках, муниципальное образование Псковской области. И мы планируем сейчас завершающие процедуры по строительству школы в Гдове на 825 мест. Поэтому это тоже наши строители, с учетом тех экспортных инструментов, которые у нас есть, будут осуществлять строительно-монтажные работы. Особенно эффективные торгово-экономические, гуманитарные и культурные взаимоотношения у региона складываются с Витебской областью. И не исключено, что в ближайшее время появятся новые проекты. Импорт и экспорт рабочей силы социальной интеграции, права инвалидов, защита интеллектуальной собственности. Эти вопросы на повестке депутатов Палаты представителей. Самый резонансный – обращение граждан и юрлиц. Конструктивный диалог власти и общества по решению самых насущных проблем – практика, которая уже доказала свою эффективность. Одно из самых главных изменений закона, который принят во втором чтении – порядок подачи электронных обращений. Также планируется, что у каждого белоруса появится личный кабинет, чтобы направлять запросы в госорганы и организации. В последние годы количество электронных обращений по сравнению с письменными и устными значительно выросло. И предлагается, что электронные обращения будут вноситься через государственную, единую, интегрированную республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан. Таким образом, они будут поступать в государственные органы и государственные организации. Защитить белорусов, которые работают за рубежом, на это направлен профильный проект. На законодательном уровне впервые появится полномочия у Минтруда и соцзащиты. Также совершенствуются подходы к выдаче разрешений для привлечения иностранных трудовых резервов в нашу страну. По подсчетам МВД, только за прошлый год в Беларусь прибыли около 14 тысяч трудовых мигрантов из 80 стран. Поток будет расти, прогнозирует ведомство. Хочется отметить расширение перечня иностранных граждан, на которых не будет действовать данный закон. Это иностранные граждане, которые пожелали трудиться на территории Республики Беларусь, будучи участниками студенческих отрядов, будучи участниками сезонных сельскохозяйственных работ. Это всевозможные победители и лауреаты международных конкурсов. Это профессиональные спортсмены, профессиональные тренера. Также депутаты во втором чтении приняли законопроект о правах инвалидов. Основное нововведение – социальная интеграция таких людей в общество. Прорабатывается создание информационной системы, где будут отражены пандусы, подъемники и другие элементы на объектах инфраструктуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова